Защищать готовы. В Саратове прошел седьмой открытый турнир по армейскому рукопашному бою памяти героя России Николая Исаева. За звание лучших боролись сотни спортсменов. Подробнее о турнире и о том, насколько зрелищными были поединки, расскажет наш корреспондент Полина Попенец. Для отряда они никогда не были легкими в командировке. Всегда мы несли потери. Рассказывает о войне, долге перед отечеством и подвиге, который совершил его сослуживец. Николай Исаев – герой России. Погиб в Чечне, закрыв с собой командира отряда спецназначения при обстреле бандитской группировкой. В память о военном возлагают цветы. Бой был очень долгим, очень изнурительным. Кроме Николая у нас еще пять человек получили тяжелые ранения военнослужащие, офицеры подразделений. Веселый такой, жизнерадостный. У него энергии столько в нем было. Такой человек, знаете, активный. Такие люди всегда, броски они запоминаются. Памятник, рядом расположенная улица и ФОК, названный в честь Николая Исаева. Именно здесь решили провести седьмые областные соревнования по армейскому рукопашному бою. Их посвящают военному, который в совершенстве владел этим универсальным видом единоборств, будучи десантником. Армейский рукопашный бой включает в себя ударную технику рук, ударную технику ног и бросковую технику. То есть, как бы, если сравнивать, объединяет бокс, объединяет карате, мы можем даже сказать, объединяет борьбу, самбо, дзюдо и многие другие виды единоборств. То есть, является универсальным. Поэтому и воздушные десантные войска взяли его как основным видом спорта. 25 команд из всех районов области. Больше 200 человек. Одни из самых сильных борцов, по словам организаторов, представители «Энгельса» и «Саратова». Кирилл Геловаров – победитель первенства России по рукопашному бою в Москве. Это сейчас он с легкостью выполняет бросок соперника через плечо. Путь к его победам начинался с поражений. Конечно, значит, сразу ничего не получалось. Где-то год меня, ну, наверное, около года, да, меня били просто на соревнованиях. Ну, сейчас, сейчас вот выигрываю. Сложнее всего было научиться, скорее всего, принимать поражения. Да, сложно принять то, как проиграл. Жюри оценивают технику, за которую участники получают баллы. Удары руками, ногами, броски и самое сложное – выполнить болевой прием. Все, вот так хорошо, бить, бить, бить. Бить и проходи. Проходи сразу. За звание лучших боролись до позднего вечера. В итоге победу сразу в двух возрастных категориях среди ребят в возрасте от 10 до 13 лет одержала команда «Энгельса Беркут». Среди юношей от 14 до 17 лет серебро и бронзу взяли участники из Саратова. А вот среди взрослых первые два кубка завоевала команда «Вольска». Полина Попинец, Максим Пустовалов, Саратов, 24.